Тем, как мы приступим к просмотру видоса, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. Вот она. Здесь можно писать мне сообщения, вот цитатник, если вам какие-то цитаты мои интересны. Также вот есть чат специально для тех, кто хочет пообщаться всей толпой в группе. Есть предложка для реакций. Туда как раз-таки надо кидать видео, которые вы хотите видеть на реакции. Ну, либо ссылку на канал. Если мне понравится, я выберу последнее, мы сделаем реакцию. А также здесь есть рассылка для бесплатных игр и стримов. Естественно, если вы подписались на бесплатные игры, вам будут приходить рассылки о том, что где-либо в Стиме или в Эпике обновилась, либо началась раздача бесплатных игр. А стрим, это, естественно, рассылка о том, что у меня начался стрим. Здесь, в отличие от Ютуба, Твича или Дискорда, она придет 100%. Я не облажаюсь. Подписаться очень просто. Нажимаете подписаться, подписаться, подписаться. Все, никаких проблем. Погнали смотреть видос. Здравствуйте. Ну что, Dark Souls возвращается. Если ты не видел прошлую часть, загляни в описание, там ссылочка, посмотри, все дела. Мы тут в мире темных душ балдежно наслаждаемся, так что надо быть в теме. Ну, а для тех, кто в теме, приятного просмотра. И это, если я там где-то опять ошибусь или что-то там хотите бахнуть интересный фактик, хэштег пояснительная бригада, я прочту, заценю. Ну, короче, брат, давай, слышишь, смотри видик, окей? В прошлой серии... Нам хватит и того, что мы увидим здесь. Ну да. В Dark Souls, конечно, сюжет есть, но он как бы такой. И все остановилось на моменте, когда мне нужно было выбить великие души, чтобы можно было проникнуть в горнила первого пламени, ну и разобраться как бы с Гвином. Но перед тем, как пойти за этими душами, нужно заиметь себе кое-какое колечко. Для этого я смотался в сад темных корней. Там я дошел до озера... Так, стоп, он в третий Dark Souls играет, получается. ...где обитает Гидра. Хоть это не полноценный босс, но бой с ней это Мамма Мия, конкретный Холли Щит. Сложность в том, что эта многоголовая тварь постоянно плюется в игрока залпом водяных приколов, которые к тому же самонаводятся и наносят достаточно много урона. Играя в первый раз, я только раза с восьмого мог просто до нее добежать и... Я просто... я просто ее пробежал и даже не убивал. Я ее даже не убивал. Как только это получается сделать, нужно ждать, пока эта сволота ударит своими головами, а потом постараться ее эти самые головы деинсталлировать. В общем, бой говно. Убив эту скотину, я поднялся выше и, побегав, понял, что я ебаклак и просто трачу время зря, поэтому я смотался до барыги, купил кучер. Обожаю эту фразу, ебаклак. Я понял, что я ебаклак. Блин, у каждого в жизни это случается. Знакомьтесь, Сиф, он сторожит могилу своего хозяина и друга по имени Арториас. О нем я расскажу чуть позже, когда будет DLC-шка. Сейчас же мне нужно завалить вот этого волчару, чтобы... Хотя, стоп, может, это и первый Dark Souls. Переиздание, наверное. Да, точно, это первый Dark Souls, я его не до конца просто прошел. Вот почему я знаю про этих боссов. С него кольцо Аториаса, которое потребуется чуть попозже. Босс из волчары, если честно, нулевый. Тут даже тактики особой нет. А может и тренинг? Устал ему под пузо, и пока он промахивается... Короче, не помню. Отстаньте. Чего вы пристали? С животными это не самое интересное. Кто-то не спрашивает, вообще я из-за тебя не слышу, что он говорит. Ля, ты заколебал. Вы что доебались? Отстаньте от меня все. Ну дяд, ну дяд, а потом говорят, что что-то не слышат. Сами говорят, а вот... Жопышник. Позже. Босс из волчары, если честно, нулевый. Тут даже тактики особой нет. Устал ему под пузо, и пока он промахивается своими атаками, нужно, собственно, его бить. Мда, драться с животными это не самое интересное занятие, тем более с волками. Они, сука, мудрые звери. Не тот волк, кто курит, хочет срать и идет срать. А тот волк, кто курит, хочет срать, но все равно курит. Это никогда не надоест. Ой, бля. Ладно, разобравшись с сифом, я получил колечко, и теперь начинается просто, сука, хит-парад уебищных локаций и таких же боссов. В прошлом видео я сказал, что Чумной город занимает почетное третье место в рейтинге. О, да, я вот остановился на сраном Чумном городе. У меня обычная Дарк Соус первая. Да, это первая часть, это переиздание. Ремастерит, или как его там хрен называется он. Вот это он. Вот я на Чумном городе, я остановился, сука, в воду наступаешь, тебя травит. Кайф. В рейтинге самых морозотных лог. Что ж, встречайте серебряного призера. Руины нового Ландо. Но, представьте, что вам насрали на лицо. Примерно такие чувства я испытываю, когда попадаю в эту локацию. Что же в ней такого? Во-первых, она, да, пиздение запутанное. Во-вторых, она населена привидениями, которых можно убить либо специальным оружием, которое хз где лежит, либо же нужно купить у вот этого барыги временные проклятия. И тогда урон по этим сракам будет наноситься. И не заглядывая в интернет, понять, какого хуя урон по призракам не проходит не так-то и просто. В-третьих, враги здесь расставлены максимально хитрожопа. Они могут вылазить из стен, с потолка, с пола, откуда, блять, угодно. И все это ради вас, чтобы прописать вам пиздюль. Не знаю, как по науке проходить это место. Я просто нарядился во все самое бронированное и, как мощный танк говна, побежал вперед. Но и это еще не все. Как только вы спустите в воду, здесь появятся вот такие вот ублюдки. Как только вы спустите в воду, появятся вот такие вот ублюдки, да? Которые дамажат только в путь. Но и это еще не все. Здесь нету ни одного костра. И если вы умрете, все нужно будет начинать сначала. Сморожать через храм огня, ехать на лифте и рашить через этих морозот. Это пытка. Я по-другому не могу такое назвать. Это пиздец. Вкратце про лор. Почему вообще этот город затопили и что здесь произошло? Короче, есть змей-пенис по имени Франт. Он еще переносит нас к вот этой чашечке. А есть злой змей-пенис по имени Каас. Его я, кстати, в игре, если что, не встретил. Ну, обосрался, извините. Он еще проявит себя в DLC-шке, но сейчас не об этом. В общем, был вот этот вот город. В оригинале он, к слову, называется Малая Лонда. Ну, а насрать, Новая Лонда. И правили им четыре короля. Вроде нормальные были ребята, без хуйни. И если я ничего не путаю, Гвин им подарил частичку своей великой души. И тут на сцену выходит наш хитрожопый змей-каас. Этот продолговатый парашеч научил королей высасывать человечных. В обмен на это четыре уебка принесли население Нового Лонда в жертву бездни. Это такая злая проклятая срака, возникшая из-за Мануса. Того самого Катлика, о котором все забыли. Но пока мы тоже забудем, так как он находится в DLC. Ну, короче, жителей принесли в жертву. И Гвин, обосравшись, понял, что дело-то пахнет писюнами. И как бы распространение бездны по лордраму. Спасибо за подписку, Фокс Скарт. Блин, описывать-то так вообще нет. Ну, я хоть чуть-чуть про лору знаю теперь. Я ни хрена не понял про лор, пока играл. Даже в третьем Dark Souls я почти ни хрена не понял. Там читать надо. Там, короче, надо на всяких писюнах в стенах выискивать. Ну, в смысле, всякое дерьмо находишь в описании оружки и прочего дерьма. Ну, очень сложно подается. Не, а конкретное, бля. И он решил затопить вот этот город. Достаточно гуманно, согласитесь. И как раз после этого Гвин окончательно понял, что штаны-то в говне. И пошел себя сжигать. Вот. Насчет босса. Эти четыре короля, ну, я их маму того самое-то самое. Они тусуются в бездне. Для хождения по ней как раз таки и нужно было кольцо от Ториаса. И если забыть его надеть, будет смерть. Но да ладно, вернемся к боссу. Он просто сэр параша. Во-первых, бегать к нему просто до охуения долго. Во-вторых, бой с ним, ну, это какой-то ужас. Первый раз играю, я не помню, чтобы у меня были хоть какие-то сложности. Но сейчас просто пиздец. Я, по-моему, Арнштейна со Смоугом убивал быстрее, чем этих скотов. В Дарк Соулсе нет ничего хуже, чем поражение от босса, с которым в прошлые разы не было сложностей. После такого вы начинаете загонять себя в психологическую яму, постоянно говоря себе, бля, раньше было изи, почему так, что такое, что случилось. И если такое произошло, вам пизда. Дальше буду. Это знаешь, как сейчас начать играть в какие-нибудь игры с Сеги. Блядь, как я в детстве в это играл. Какие не умер от злобы. Самое как раз такое и произошло. Я словил минусы. Да мало того, что не умер от злобы. Брали и проходили до конца. Сейвок-то нету. За один раз надо пройти. О, умер, начинаешь заново. А сейчас умер. Ааа, пиздец, нахуй, блядь. Там было только 3-5 жизней, ну, как бы, дополнительные жизни выбивались. Ну да, это пипец, я помню. Мораль и всё, мазафака, щит, гадем. Пришлось пойти остудить свою попу в другое место. И это была очень большая ошибка. Но об этом попозже. Я немножко подкачался и взял себе самую имбовую и важную вещь в этой игре. Вот она. Щит с высокой стабильностью. Поэтому, ну, слышишь ты, колдун ебаный, я тебя сейчас завалю. И тебя, и тебя, и даже тебя. Фух. Реально, в какой-то момент эти падлы казались не сильнее Эрштейна со Смоугом. Мрази, блядь. Одна из четырёх душ есть, и теперь я пошёл в фундаментально уёбищную локацию. Что может быть хуже Чумного болота с его мразотными обитателями? Или Анор Лонда с рыцарями на карнизе? Или же мразотных призраков и путанных коридоров нового Лондона? Ну, представьте, что вы бы видели только на шаг впереди себя, а всё остальное выглядело бы вот так. Ахуенно, не правда ли? Добро пожаловать в склеп великанов. Я даже не знаю, с чего начать. Тут нихуя не видно. Просто тьма. Ничего. Но, если вы думаете, что здесь большое открытое пространство, как бы, сука, не так. Здесь сплошь узенькие тропинки и мостики над пропастью, куда вы будете сваливаться. А помогут вам в этом вот такие вот любезные господа, которые здесь обитают. Но это ещё не всё. Как насчёт ёбаных скелетов собак, которые вас просто заебут, а ещё лучники, чётный рыцарь, какие-то члены из земли. Ммм, трах. Жёстко. Бля, это только 5 минут видоса, я думал, уже к концу подходит. Ааа, блин. Книшь мою жопу. Но это ещё не всё. Если вам не дропнется вот такой вот фонарик, или вы не нашли магию, чтобы делать свет, вам не то что пиздец, это понятно. Это просто нереально. Ну, невозможно. Если у вас получилось пройти эту локу без светильников, ну, я бы вручил вам катбланш на сосание хуя. Вы бы просто показывали удостоверение, и вас награждали орально за ваши заслуги. Блядь, кому вообще пришла в голову мысль сделать локацию в такой игре, сука, без света вообще, и поставить туда настолько сильных врагов? Вот какой мудак решил, что это будет отличная идея? Ммм, а что если заставить игроков ходить по узким тропам, где к тому же будет нихуя не видно? Блядь, это как я играл уже в тот же Код Вейн. Сука, вы сделали кристаллы для хилки. Какого черта они дольше юзаются, чем вот, по-это, чем альтернатива Эстусу в Код Вейне? Он, сука, реально его, там как будто бы там, вот, блядь, засасывает, рассосать пытается, сука. Я пока его эти... Горю, когда вспоминаю, меня, короче, выебали, пока я это заглатывал. Звучит, как сценарий, не очень хорошего порно. Почему бы тогда просто не сделать невидимые тропы, чтобы приходилось ходить по воздуху и любой шаг в сторону смерть? Почему бы тогда просто не сделать невидимые тропы, чтобы приходилось ходить по воздуху и любой шаг в сторону смерть? Ах, да, совсем забыл, они это сделали. Вот кто придумал... Ненавижу эту поеботу в это, в Элис Мэднесс Ретернс. Там хотя бы можно на время проявить, куда идти. Но они исчезающие. В данную локацию, чью голову посидела эта замечательная мысль, я бы нассал ему на лицо раз так 500. Да и потом повторил бы это, пока бы струей санья ему лицо до черепа бы не разрезал. Просто, блядь, ненавижу. Я терпеть не могу, когда игра начинает изъебываться и намеренно усложняться дебильными обстоятельствами. Причем я люблю сложные моменты, которые по чесноку сложные. Например, Ранштейн и Смоук, сильные гниды, да. Обожаю драку с ними, это интересно, круто. А лачились DLC-шки, непростые враги и трудные боссы. Замечательно, дайте две. И вот это хуета, броди в темноте без возможности использовать щит. Поебать, просто сдохни. Сдохни здесь, сдохни тут. Сдохни, блядь. Послушайте, а почему бы не запретить герою использовать здесь оружие? Ну вот такие вот правила. Приходя на локацию, здесь какой-то газ, который ломает вам все шмотки и понижает уровень до десятого. Заебись, он спрыгнул, он съехал, и он чуть, блядь, не улетел в обрыв. А еще здесь есть враги, которые убивают вас взглядом. Проходы, которые рушатся просто в рандомный момент. Фаерболы падают с неба. В вас стреляют лучники огромными стрелами, и вы не можете ходить. Не правда ли интересно было бы играть? Я даже не буду говорить, сколько я тут провел времени в первый раз. Во второй раз, в третий, это от говна. В общем, каким-то чудом, по-другому я назвать это не могу, я рашнул до костра, и теперь самое время наведаться к боссоте. Это сучья в имя Нита, повелитель Смерси, какая ирония. На самом деле, босс-то не очень сложный, но как-то пару раз я на нем умер. Здесь неплохо так подсирает кучка скелетов-мракобесов, и честно сказать, мне надоело покоряться прощам и стрелам яростной судьбы, и ополчаясь на море смут, решил сразить их в единоборстве. Другими словами, дать пизды. Смерть. Ой, блядь. Снова бежать через эту сраную говеную локацию, ну все, падла, ты доигрался. Я тебя захуярю. Ура, ура, ура. Победа. Что ж, теперь самое время наведаться в гости к Нагому Ситу. Для этого нужно пройти в архивы Герцога, это личная библиотека голого драконыча. После победы над драконами... А драконы бывают одетыми? Ну он типа без чешуи. Ну да. Ну да. Как обычно, нужно оформить доставочку пиздюлей прямо в рыло. Кстати, забавная такая тема. Первую встречу с Нагим Ситом нужно обязательно сдохнуть, иначе попасть к этой гниде не получится. В общем, побегав по темнице и посмотрев на эксперименты Сит... Ну охрененно, блин. И бежать до него, наверное, нафиг знает сколько. Да я выбрался наружу, парканулся у кострика, ну и давай, ногой сидит мой попу, я в пути. Тут я снова обосрался. Я помню, что в первый раз убил его вообще без каких-либо проблем. Я вставал куда-то около его тентаклей, где была слепая зона, и так, в принципе, его и зарезал. Но в этот раз что-то пошло не так, и у меня нихера не получилось, и я... Потому что это ремастер, и это пофиксили. Ну да. Чё, тяжко, тоже минус спина уже. Минус жопа. Постоянно подыхал от проклятий. А к нему ещё и бегать долго, блин, это ка-то ш... Хэнд, спасибо за подписку. Хэнд, дэээй. Чляпа на гуси, упадла. Драконов предал, думает самое крутое. Ага, тузик, разминаща, поиграем. Убивать его достаточно интересно. Сначала нужно было разбить вот эту вот иголочку, которая дает ему бессмертие, потом этого Кащея нужно провоцировать на определенные атаки и давать по пузу своей тыкалкой. Ну и победа. Фух. Три уебка канули в лету и теперь осталась последняя мразота, а.к.а. ведьма изолита, а.к.а. ложа хаоса. И в этот момент я понял, что обосрался еще раз. После второго колокола был костер, где тусуется сестра Квилек. Она не враждебная, просто она там есть. Вот. Я забыл у него посидеть, и поэтому мне приходится лазать по этому сраному чумному городу заново. Я так хотел себя ебало разбить в этот момент. Ну, чисто за тупость. Я дотопал до этого сраного костра, там припарковался, и теперь нужно попасть в забытый изолит. На пути у меня встали несколько неочемных, и я бы даже сказал, дебильных босса. Первый из них неутомимый воин. Я в душе не ебу, как по науке убивать этого идиота, поэтому я встал в проходе и бил его по колбасам, которыми он атаковал. Как только мразота откинулась, лава из его жопы стекла, и теперь я могу пройти куда надо. И пока я страдаю хернёй, пару слов про ведьму изолита. Я в прошлом видео сказал, что она создала огонь, который в итоге её и поглотил, и создал всяких демонов говна. И, собственно, с этой всей дреснёй я сейчас и сражаюсь, и рожает всё это на свет нужная мне ложа хаоса. Ну что, надо это влагалище заткнуть. Я нарезал манью, а потом встретился босс из начала игры, но он, как вы видите, огненный. Ну и такой же мусорный, как и был, в принципе, в начале, поэтому изи. Второй на очереди была вот эта вот параша. Мудрый демон огня, блядь. Он меня убил и дропнул кольцо, позволяющее ходить по лаве. В благодарность за это я его захуярил. Не буду показывать вам все мои побегушки по этой локации. Она тоже, если честно, такая себе. Тут даже враги с жопы. Я серьёзно, вон смотри, говно стоит. Единственное, что, помните Солера? Тот типсон, да флан броне. Так вот, ему на голову прыгнула какая-то хуйня, и он поехал кукухой, и надо его убивать. И, короче, это пацанва, хэштег, пояснительная бригада. Я снова нихера не понимаю, вызываю вас в комменты. Объясните, что произошло. Короче, я дотопал до босса, и могу сказать, что это самый кончный босс вообще во всех играх. Уже противника просто не существует. Смотрите, какая тут тема. Этой падле нужно разбить вот эти вот штуки по бокам, а потом центральную, чтобы проникнуть внутрь и ваншотнуть вот такую вот жучару. И вы можете сказать, что это изи, я вам отвечу. Хуизи. Это чё-то... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, грёбаный Дарксулс-то видео просто пропитано. Болью. Напалмом горячей жопы. Ааа, жесть. шлюха постоянно долбит своими сраными лапами а впоследствии еще и дышит огнем и бьет еще огнем пиздец обижать до нее узнаете сколько занимает дорога к ней почти три минуты вы прикиньте три минуты просто бежать до босса а потом умереть за пару секунд не ну это гениально но и меня это больше всего раздражает иногда это еще не все разрушить дрисню можно с помощью лука но после этого некоторые участки на земле поломаются и чтобы попасть в ее центральную пилотку нужно прыгать о прыжке в dark souls это как бы так сказать залупа поганая поэтому смерть к тому же махать своими сраными лапами и что это значит смерть вот именно из-за таких уебищных и мерзких боссов dark souls не хочется перепроходить и вообще не хочется жить всю игру портит вот такая срань ну вы посмотрите я только пришел она мне такая иди нахуй отсюда я как-то умудрился запрыгнуть и но все смерть и на этот раз не моя что все души я собрал и поэтому можно отправляться гвину закину все это говно в чашку открылись ворота в горнила первого пламени но гвину я сейчас не пойду я сбегал взялся шмотки черных рыцарей и теперь самое время заглянуть в dlc и знаете что нужно сделать чтобы туда попасть найти какой-нибудь ключ от двери не говорить с кем-нибудь тоже нет прочитать какую-нибудь книгу нет нужно пойти на озеро где тусовалась гидра пройти в самую жопу где будет золотой голем убить его и поговорить вот этой вот тёлкой после этого отправиться в жопу где будет золотой голем убить его и поговорить а любезно я не я прочитал после этого отправиться в архивы герцога и убить первого на пути кристального голема с него дропнется какая-то дресня а потом вернуться на место сражения с золотым големом где будет какое-то темное влагалище согласитесь это сука гениально кариану знаете это как-то слишком просто я бы еще добавил шаг сгонять на место битвы с не то там стрелами выложить свой номер телефона без восьмерки это важно и после этого вести код доступа который туда придет и апнул звание в кс го до беркута вам на mail.ru агент придет ссылочка перейдя на которую нужно будет разгадать тайну чисел фибоначчи и тогда уже игра разрешит вам зайти в дел блять дико охота винища сик купить то его недостаточно в общем мой персонаж хотел нырнуть пилотку но туда его затянула силой какая-то стрёмная лапа что же вот так я и попал в лачиль но не совсем на входе меня ждет вот это вот здоровая параша босс не самый сложный но сука шустрый благо у него здоровье немного поэтому с третьего раза я его заводит по идее как его телефон или гидро или мантик 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 а работа пантик ара точно алил и теперь я наконец-то волочили и сейчас будет достаточно большой отрывок лора в общем помните того самого карлика который нашел темную душу так вот это манус первый человек к тому же мразь кстати как раз от этой темной души и пошла человечность и поэтому манус первый человек держу в курсе ну короче манус был но как-то в процессе проебался а потом появился хитрый змеи пенис к манус был но как-то хитро проебался это вот прям как меня джескиран был и как-то хитро проебался своего же стрима все таки а где где сань где саня покушать да покушать покушать обманом уговорил людей алла чили вскрыть могилу мануса и налоги пиздец в виде бездны она как бы плохая там темно страшно нету пиво это жизнь нахуй нам не надо кстати вкратце что это вообще за змеи пенисы правильное их название первозмеи я так понимаю они существовали еще до драконов и один из них фрамп предлагает игроку разжечь костер и продолжить эру огня а другой то есть коас говорит зачем она те это хуйня-то с говно ты потуши и будешь темным повелителем как волан-де-мот еба нормально да это вкратце волочили же тем временем бустовала бездна и уничтожала все живое гвин как терпилось ждал потом понял что снова обосрался и велел своим четырем рыцарям в этом дерьме разобраться честь дать пизды манусу и бездне упала на миссия мистера сэра рыцаря арториаса так как он был лучшим мечником гвина ну и короче арториас вместе со своим корешем волчар и сифом завалился волочиль чтобы победить манусы и вернуть на эти прекрасные земли свет тепло и пыва кстати как раз после этого он получил погоняло путник бездны но к сожалению арториас проиграл файт и последнее что он успел сделать это защитить своим крутым щитом волчонка сифа от надвигающейся тьмы благородно ну короче арториас получил пизд а мы есть то он естественно пизданул волчонка сифа ну да и бездна его поглотила пацан к успеху шел не получилось не фартанула но почему-то по миру ходит легенда о том что арториас вообще крутой тип спас ту телочку и вообще победил всех и был таков и сейчас вам нужно напрячь мозга на самом деле сейчас я нахожусь в прошлом все эти события происходят до событий игры и на самом деле не арториас победил бездну а избранный мертвец ну то есть я так что легенда об арториасе это все враги сраки истинный герой у вас на экране я считаю очень трогательный он мой любимый шорты на на самом деле шутки шутками но историю арториаса я считаю очень трогательный он мой любимый персонаж во всех dark souls ах потому что он ну крутой пацан я его уважаю ладно вот такая вот грустная история но теперь настало время арториаса непосредственно убить сразу похвалюсь я убил его с первой попытки на самом деле этот сыр рыцарь является одним из самых трудных боссов этой части связано это с тем что вы могли уже заметить что боссы тут в основном большие и неповоротливые гниды арториас же наоборот он скачет как ебнутый по всей локации и постоянно вас прессингуют но мистер мечник не учел того факта что я пришел сюда щитом с высокой стабильностью все и вот эти пируэты развороты повороты мансы тачки срачки мне на это насрать главное что тут нужно сделать это сбить его под зарядку бездны иначе он будет сильным и тогда вам пиздец и мне кажется что сложным он будет если вы играете не за рыцаря ну по крайней мере не за силовика потому что играя магом арториас бы меня до смерти задрочил а так слышь старина знай свое место ваше место у параши получив душу арториаса я решил ее себе меч и это была самая плохая идея за все прохождение я практически час убил на то чтобы наточить сломанную рукоять меча на 10 потом понять что это не тот меч блять сука ненавижу точек это как я отправлял эти в ответ подарочки в vk и 2 тебе ебанул да так это бесполезно по факту в принципе а похуй подарочки бесполезная хуйня челки у меня кончились надо снова фармить душ и потом заточить кинжал на плюс 10 чтобы понять меч арториаса говно во первых он требует 18 веры и 18 интеллекта уже срань во вторых скейлов от этих параметров у него нет еще большая срань а в третьих скейл си от силы и ловкости серьезно ну я потратил час чтобы заиметь себе мусор класс лучше бы я отдал душу его подружки сиаран вон она после его смерти сделала некий мемориал в честь своего убитого кореша она тоже входила в четверку рыцарей гвина но как я понимаю она отвечала за скрытые убийства в общем местный ассасин и да я знаю что ее можно убить и дропнуть с нее крутые кинжалы и и сет но это единственный раз когда я кого-то пощадил ну бля это уже через чур я не настолько жесток что ж теперь мне нужно разобраться с главной скотиной этого dlc манусом живет эта гнида в самой жопе алла чили добраться туда если честно крайне трудно блять заебок лаки такие бешеные глазастые по этой ебаной пещере где летают человечности это снова от говна напоминающий склеп великанов и я знаю что где-то здесь можно найти сифа но уж извините я ебал в рот тут бегать поэтому я сразу пойду к манусу еще наверху кстати я заимел себе крутую висюльку против местной магии потому что без нее эту суку победить будет крайне проблематично держу короче в курсе в общем анус затянул меня к себе и теперь мне нужно эту свалоту умертвить и это я его с первого раза убил анус манус в общем анус манус затянула в свой анус самой большой мотивации здесь было тупо нежелание бегать по этой сраной пещере еще раз вообще он считается чуть ли не самым сильным боссом но даже в первый раз игра и я убил его раза с третьего по моему вататория сда пердак мне порвала манус на самом деле спас меня тут опять же мой супер щит если бы не он я бы сосал бы тут с проглотом потому что это мразь здоровая сильная как стадо злых топиров ну и к тому же магии стреляет если права влите этот момент смарт в общем я убил эту суку знали бы вы как я не начал вот в этот момент риск у него хп осталось это самый опасный момент ты хочешь быстрее 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 его пиздануть а можно обосраться я убил эту суку знали бы вы как я не начал вот в этот момент риск у него хп осталось мне блять руки настолько вспотели шухим под высказывать начал то ужас какой-то ну и теперь ждет встреча с финальным боссом этого dlc чудным драконом по имени коломит для этого я сгонял до одной башни где сидит еще один рыцарь гвина гох соколиный глаз он сказал что я красавчик типа захуярил артуре асато старичок то мучился да не стоит благодарности брат бог рассказал что коломит самый отмороженный дракон его боялись даже ванур лонда ну а потом он говорит саричу могу и с помощью своего супер лука размером с грузовик подстрелил летающую заразу к слову бог слепой держу в курсе короче теперь мне нужно этого дракона забороть и знаете что я сделал это с первого раза вообще я понял почему так я обычно уделяю очень много внимания сложным задачам и мало внимания лёгким и а потерь из-за этого часто проёбываюсь например я в школе любил математику и сложные всякие уравнения решал как нет но мог спокойно обосраться считая в столбик уверен среди вас есть такие люди с таким же дефектом на бывает добильный день и мне кажется именно поэтому я убила артуре аса мануса и коломита с первой попытки и так долго дрочился с четырьмя королями или потому что я пришел в dlc достаточно перекачанный да еще и с им бы щитом кто знает у меня часто бывает что знаешь когда препод какой-нибудь задает там вопрос и на него надо максимально просто ответить и вот ты пытаясь искать какой-то максимально сложные ответы в какой-нибудь задаче максимально просто ответить либо максимально просто пройти ты блять пытайся изъебнуться там не знаю воткнуть и хер в жопу сделать сальто и выебать обезьяну в этот момент да я я пишу тексты хорошие связанные длинные с сложными оборотами но могу зависеть на очень простом слове и долго выяснять как насчет дракона босс нереально живучий жизни блять у него как у тиранозавра урон космический но благо со мной мой супер щит и супер секира так что мне все ни почем дракон на покури фух сделать и покончено теперь настало время разобраться с гвином по пути к нему нужно убивать черных рыцарей и да я обосрался и в прошлом видео сказал что они опалили свои доспехи сражаясь с огнем ложек хаоса и это не совсем так доспехи они и правда обожгли но потом они пошли за гвином в огонь сожгли себя и превратились вот в такие вот по сути дела живые доспехи вот сорян ну короче готовь туза полчаса тебе на подмыться я близко что ты чё сказал блять одета в ударе тут меня ждал испытания мой щит бесполезен так как слабо защищает от огня но дед не учел кое-что очень важное я хитер как арачимару недаром у меня такой ник раньше в стиме стоял дед я может физически тебя слабее но вот интеллекта у меня дохуя килограмм двадцать наберется ну и шо ты мне сделаешь как ты обойдешь данную преграду чмозавриха пожилая кто готов скинуть донат чтобы настя играла в dark souls у нас есть первый и второй dark souls нормально поиграешь ничего у нас есть первый dark souls 2 dark souls neo blood born code vain так что игр такой тематики хватит чтобы ты поиграла я готов скидать чтобы ты играл в дарку это будет не так интересно любуйтесь в code vain как он дрочится и орёт какой камню просто пиздец молодец в общем я размонсовал от старого накидал ему и все победа и сейчас можно разжечь костер ценой своей жизни или же не делать этого и погрузить мир во мрак если честно мне вообще насрать ни хера все равно это не изменит поэтому я принесу себя в жертву чтобы продлить эру огня на самом деле вся история dark souls это повторяющийся цикл перерождения мира появляется огонь потом он потухает мир перерождается и так по новой поэтому я не вижу смысла в этом и вообще считают на самом деле достаточно дебильным сомнительным сюжетным поворотом потому что это дает разрабам катбланш на свинство не 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 мы не повторяем боссов локации это перерождение мира дружок такие правила сорян но да ладно в общем на этом закончился первый dark souls ну шо сказать при всех недостатках я его очень люблю конечно некоторые локации боссы параша бесплатная но это фишка всей серии в любой части найдется говнецо но не только боссы и локи тут интересные сам мир и лорд dark souls мне очень доставляет конечно я не рассказал и десятой части но надеюсь тем кто не играл было интересно а те кто играл не сгорели от моих ошибок и уважают это видео ну если честно я сделал этот видик по двум причинам первое я люблю dark souls а вторая я хотел развеять этот дебильный стереотип а непроходимости этой игры я прошел и часов за 20 из них я три часа страдал хуйню и бегал там кузнецам просто аутировал разглядывал локации и так далее так что можно сказать часов за 17 носить а мы кстати вот многие кто выпустили ремастеры они в стиме всем у кого есть там либо максимальное лист издание либо просто издание игры они дали они дали да но не dark souls жадин и говядина причем блять они и за full за full over price какой-то там продавали когда выпустили потому что она нужна сих пор актуально я далеко не самый пряморукий персонаж и по моим рассказам и прохождением это видно так что если я прошел dark souls у как-то угодно его пройдет это действительно не за тяжа вроде как самая легкая играть соус лайки или как он там называется и это уже о многом говорит да и вых она породила новый жанр игр соус лайки как называется и это уже о многом говорит да естественно ds непростая игра но она требует от вас не так много внимание и аккуратность внимательно играй не выебывайся аккуратненько всех убивай и главное не умирай сам в dark souls неважно как ты ударишь главное как ты держишь удар стоит ответить на часто задаваемый вопрос будет ли ds2 и ds3 да конечно будет но чуть попозже сами понимаете dark souls смотрят не все и я ёбнусь играть целый месяц только в dark souls и так шо бля вот так вот ну и наверное кто-то захотел поиграть и у них может возникнуть вопрос какой части лучше начинать и какая часть самая сложная самая сложная часть став которую вы поиграете в первый раз для меня это 3 dark souls а самый простой это как мне кажется 2 но и ой бля господи как я вспомню эту суку танцующую с двумя клинками блять сколько я на нее времени вебал как же я орал когда я убил я столько просрал времени часов 5 а может и 8 за все время просрал на нее но dark souls та игра которая так сказать учит тебя идти к цели изучает цель и не бросать что-то именно поэтому я предлагал тебе в нее поиграть как бы упёрта вот если ты упёртый человек ты в любом случае и пройдешь и не бросишь а если ты бросаешь ну как бы надо себя под заставить я не упёртый человек но если что-то действительно меня затянуло заинтересовал я буду дрочить то до конца не она интересная у нее прикольный мир и прочее ну как бы интересно играть но блять сложно если вы начнете знакомство с первой части то поверьте опыт последующих у вас будет просто сука колоссальный вот я если честно неплохо так забалдел в мире темных душ и вам того же советую ну а сейчас как вы понимаете все так что вебите класс подпишитесь на канал ну и не забудьте побалдеть под конечную заставку скоро услышимся о няшка милота были ну чё да действительно интересный видосик и я про лору знал и поржать есть чего как бы сбалансить очень сбалансированно прям хорошо смотрится интересно все описывает как бы слушать интересный человека как говорится даже если если даже насти было интересно то я думаю должно было быть интересно всем иначе мы тебя найдем ну короче надеюсь тебе понравилось в описании ссылка на оригинал не забывай его смотреть также в описании расписание стримов ссылки на соцсети смотрите видосики и залетайте на стримы